Продолжим наше знакомство с Unity. Я надеюсь, что вы видели все предыдущие части и еще не разочаровались. Много мы научились самостоятельно, экспериментируя с теми инструментами, которые мы изучили. И сейчас в этой части мы с вами познакомимся с новым понятием, понятием материала. Уже наверняка каждый захотел сделать так, чтобы объекты были не какие-то там серые, а имели определенные разные цвета. И сейчас мы это с вами сделаем. За цвета у нас отвечают и вообще за внешний вид материалы и соответствующий компонент материал. В прошлом видео мы говорили о компонентах. Пожалуйста, внимательно посмотрите и запомните. И сейчас я тут немножко покуролесила, убрала компонент. Сейчас я нажму Ctrl-Z, надеюсь, что... Вот смотрите Ctrl-Z, все мои переходы в иерархии тоже Unity запомнил. И вот теперь наконец MeshRenderer появился и я вижу сферу. Те, кто внимательно меня слушал предыдущей части, возможно, поэкспериментировал. Например, я сейчас из сферы могу быстренько сделать куб. Вот, смотрите. Я всего лишь изменила одно свойство MeshFilter и задала Mesh другой. Такое тоже можно делать. Здесь есть определенные нюансы, но в принципе, если очень хочется, то можно. Можно это все знать и использовать также программно. То есть можно создавать объект и потом менять его форму программно. Давайте этот объект удалим. Хотя, в принципе, если у вас там что-то ценное есть, конечно, ничего не надо удалять. Не забывайте сохранять сцену. Я этого не сделала, поэтому сейчас я ее сохраню. И я сейчас задам, создам новый объект куб и хочу его раскрасить. Чтобы раскрасить, я уже сказала, у нас должен быть материал. Но у нас есть компонент Default Material и здесь, возможно, некоторые уже пытались что-то изменить. Ничего не получается. Почему? Потому что это материал по умолчанию, который никак не редактируется. Для того, чтобы наш куб стал не серым, хотя на самом деле он белый, но просто освещение такое, что он выглядит у нас серым, чтобы он перестал быть таким некрасивым, мы должны создать материал. Это мы делаем в окне Project. Вспоминаем, что у нас должна быть хорошо продуманная структура проекта файлов и папок и все материалы логично сохранять в папке материалов. Поэтому мы сейчас в окне Project создадим новую папку, нажимая правую кнопочку мыши и выбрав Create, Фолдер. Создадим новую папку и назовем эту папку Материалы или Материалс. Материалс. Можно опять же писать по-русски, но это не так принято в профессиональной сфере, поэтому лучше писать по-английски. Но если вам неудобно, вы еще учитесь в школе и не знаете английского языка, все допустимо. В учебных проектах, пожалуйста, профессиональных, считайте, что это запрещено. Заходим внутри этой папки, либо нажимая клавишу Enter, либо двойным кликом мыши. Любым способом будет работать. И сейчас в этой папке мы создадим материал. Опять нажимаем правую кнопку мыши, выбираем Create, потому что нам нужно создать. И тут видите, много чего можно создать. И вот здесь находится пункт меню, с помощью которого мы создаем материал. Нажимаем, кликаем левой кнопочкой мыши. У нас создается новый материал. Вот так он выглядит в Unity 2019-3. В Unity 2019-2 и меньше. Здесь вот такой шарик тоже, а здесь такое более плоское представление. Ну и допустим, мы можем задать новое имя материала. К примеру, я хочу, чтобы куб был синим. Тогда я так и напишу Blue Color. Конечно, цвет это не все, что позволяет сделать материал. Вот у нас как раз появился этот шарик, о котором я говорила. И теперь мы заменяем цвет. Вот здесь, в этом разделе, кликаем левой кнопочкой мыши по белому квадратику, точнее белому прямоугольничку и выбираем цвет. Вот у нас синий. В окне просмотра в окне Project мы можем увидеть. И вот здесь тоже, кстати, обратите внимание, это тоже панель или окно, которое называется Inspector. То есть Inspector работает не только для объектов, которые у нас есть на сцене, но и для тех объектов, которые находятся в папке Assets. Вот мы изменили цвет, создали материал. Как же сейчас наш кубик покрасить? Да очень просто. В принципе, его можно взять и затащить на кубик. Вот у нас стал он синий. Давайте создадим еще один объект. Ну, для разнообразия я сделаю сферу. Создам еще один материал. Ну и, например, сделаю red color, красный цвет. И сейчас немножко по-другому я на эту сферу закину материал. Смотрите, я могу это сделать вот так. Нажать левую кнопочку мыши и либо сюда затащить, либо вот прямо сюда в окно Inspector. Это не очень хорошо получается для материала. Либо вот в окно иерархии. И теперь я могу редактировать этот материал даже в окне Inspector для этого объекта сфера. Могу задать цвет и сфера сразу становится красной. Если у меня есть еще другие объекты такого цвета, например, давайте я создам еще капсулу и на нее накину этот же материал. Вот в окно иерархии иногда бывает удобнее, когда на сцене у нас много объектов и можно немного не попасть, тогда в окно иерархии удобнее. И, допустим, мне не очень нравится цвет этой капсулы, я хочу изменить его. Например, хочу сделать темнее. Смотрите, что произошло. Отредактировался материал, который лежит в папке Assets и изменили цвет и капсула и сфера. Почему? Потому что и на одном объекте и на втором объекте у нас один и тот же материал RedColor. Это тоже, в принципе, удобно, если вы используете один и тот же материал для разных объектов. Отредактировав его, вы, соответственно, изменяете внешний вид всех этих объектов. Но также нужно это понимать и знать, если вы хотите, чтобы объекты были разного цвета. Соответственно, для нового цвета или какого-то еще свойства вы должны создать новый материал. Какие еще свойства? Например, есть свойства Albedo. Здесь мало что я могу применить. Что это такое? Мы можем задать еще и то, что в компьютерной графике называется текстурой. То есть можно скачать, например, из интернет какую-то картинку, которая будет являться текстурой и положить текстуру. Давайте так и сделаем. Например, я хочу сделать, чтобы наши объекты находились на plane. Пусть по Y будет 0, а вот эти объекты я достану. Plane что это такое? Это такая плоскость, которую часто используют именно для того, чтобы сделать пол. То есть вот у нас локация уже с полом. И этому полу я создам новый материал и назову его grass. То есть это будет у меня трава. Понятно, что трава зеленая, поэтому я могу в принципе взять и покрасить по зеленый цвет. Накинуть этот материал на plane. И в общем в окне game вот камера немного сдвинута. Точнее не камера сдвинута, а наши объекты сдвинуты. Каким образом? Они все у нас немного со сдвигом по осям, не от центра. Мы начинали. Поэтому камера, поскольку она смотрит на центр, не видит, точнее видит только маленькую часть того, что мы нарисовали на сцене. Как решить эту проблему? Можно конечно подвинуть камеру, но конечно лучше было бы с самого начала создавать все объекты в координатах, отталкиваясь от координат начала. То есть от координаты 0,0,0. И сейчас я в принципе это сделаю следующим образом. Я не буду двигать камеру, хотя если кто хочет, вы можете это сделать. Я сделаю reset position plane. Вот у нас координаты 0,0,0. И соответственно перемещу все объекты ближе к центру. Смотрите, теперь вот у меня plane видит камера хорошо. Как это сделать удобнее всего? я могу нажать на ось Y, увидеть все вид сверху. И теперь все объекты просто спокойно беру и переношу. Все, теперь я могу повернуть, например выбрать X. И чтобы прийти сюда я просто двойным кликом по plane кликаю. И вот я приблизилась к этому plane. И теперь я вначале координат все создала. И теперь в окне EGM вот я все хорошо вижу. Но сейчас можно подкорректировать в принципе положение камеры так, чтобы она была немножко возможно ближе. Ну вот как-то так. Можно подкорректировать ее наклон, если есть такая необходимость. Опять же все это можно делать программно, но программировать мы будем немного позже. Но достаточно скоро. Вот вы можете это тоже сделать, потренироваться. И так вернемся к нашей траве. Трава зеленая это замечательно, но у нее есть определенная фактура, то есть есть в принципе что такое материал. Это не только цвет, здесь масса различных свойств. И мы можем использовать текстуру из сети интернет. Давайте так и сделаем. Мы зайдем просто в поиск, найдем текстуру травы и добавим ее к нашим материалам. Вот например я в поиске в браузере ввела поиск текстура травы и в картинках например яндекса я нашла какие-то текстуры. Вот здесь смотрите есть еще такой хороший фильтр бесшовная. Вот сразу появилась у нас более красивые такие текстуры. Но например мне нравится вот эта. Я ее соответственно открываю и сохраняю файл. Сохранить изображение как по-русски, по-английски safe.mhs. И сохраняем эту текстуру в папку проекта в принципе либо в рабочую папку в которой у нас будут лежать какие-то вспомогательные файлы. Например я выберу папку from scratch, где у меня все уроки и сюда сохраню это изображение для того чтобы показать что если у нас картинка в другой папке мы спокойно сможем ее добавить в наш проект. И здесь я напишу grass texture чтобы было понятно что это за изображение. Сохраняю. Теперь мне необходимо в проводнике открыть папку с этим файлом. Вот этот файл. Я могу в принципе проверить что это он. Вот все верно. Ну либо включить вид для тех кто не знает крупные значки и вот я вижу да это она. И теперь мне нужно чтобы этот графический файл появился у нас обязательно в папке assets. В принципе я могла выбрать путь для сохранения этого объекта для этой текстурки для этого файла папку с именем проекта. У меня проект называется from scratch 2019.3. То есть вот я могла зайти в эту папку выбрать assets и сюда в assets сохранить. Но я сохранила сюда и теперь мы можем либо создать новую папку для текстур либо в папку материалы прямо закинуть. Ну например мне кажется логичнее будет если у нас будет отдельная папка текстуры. Поэтому создадим папку текстуры. Откроем ее и теперь мы просто зажимаем левую кнопочку мыши на этом файле и затаскиваем в эту папку. Все ничего не надо другого делать. Автоматический файл скопировался в необходимую папку в папку assets textures и у нас исходный файл остался в той папке в которой мы сохранили. Сейчас у нас этот файл текстуры здесь. Теперь как нам нужно как мы можем эту текстуру применить к этому материалу. Мы просто можем взять и затащить вот сюда в раздел albedo. И смотрите у нас теперь появилась уже фактура травы. Правда она достаточно крупно выглядит. Сейчас мы ее немножечко настроим. Слишком крупно если в окне game мы откроем вот такая вот трава. Ну возможно это каких-то случаев это хорошо, но в данном случае не очень. И вот этот вот цвет если мы выберем белый то будет у нас естественный цвет тот который на текстуре. Опять же в связи с тем что у нас есть определенное освещение. Вот смотрите сейчас я немножко по-другому. Вот у нас эта трава. Если я хочу сделать ее мельче, то у нас в разделе tile мы можем изменить значение x и y. Что такое x и y и что такое tile? И вообще что такое текстура? Текстура это такая картинка которая представляет собой некий фрагмент который может повторяться. И мы можем сделать ну условно говоря смотрите на каждый метр отдельную такую картиночку. И они склеятся. Мы выбирали бесшовную. Будем надеяться что она действительно бесшовная. И у нас будет казаться что трава выглядит мельче, но при этом все будет замечательно смотреться. Для того чтобы это получилось нам нужно здесь число увеличить. Например я сделаю 10 на 10. И вот смотрите более мелкая красивая трава. Действительно она бесшовная. Очень удачная текстура. И во книге мы тоже видим вполне реалистичную траву. Вот такие вот основы работы с материалами мы изучили с вами в этом небольшом уроке. Дальше вы можете поэкспериментировать с другими параметрами. Но на это мы сейчас время тратить не будем. Когда это будет необходимо в каких-то других уроках мы возможно некоторых вещей коснемся. Я желаю всем успехов. Делайте свои красивые локации. Подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Встретимся в следующих уроках.